Тепло В Угличе этой проблеме уделяется большое внимание В 1996 году, взяв кредит в фонде медицинского страхования На территории больничного комплекса на Северной Строится своя газовая котельная С тех пор жизнь больницы заметно изменяется в лучшую сторону Это очень небольшая газовая котельная на два котелочка Но нам ее достаточно, чтобы нам всегда было тепло Каких-то очень больших вложений по ремонту ее, как правило, не бывает Два года назад мы заменили один котел На будущий год мы планируем другой А так проводим обычные ремонтные работы Она газовая, поэтому какого-то там супертоплива Запасаться там жидкого или там твердого нам тоже не надо По распоряжению Газпрома мы там определенное время подключаем Есть у нас свои лимиты, мы за них не выходим, нам всего этого хватает Другой вопрос, что у нас проблемы с горячим водообеспечением То есть у нас построена котельная как бы в ее первом таком исполнении, что ли А дальше по проекту есть второй этап Когда эта котельная будет там производить и горячую воду Вот тоже радостное событие в этом году Мы вот сейчас уже вплотную подошли к этому исполнению Мы его закончим к новому году Никакое обеспечение, вот в данный момент тепла это не влияет Денежки же все выделены, они уже у нас на счете Сейчас проходит конкурс, как только все эти организационные вопросы закончатся То это очень быстро все будет сделано Тут не нужно проводить никаких земельных работ Либо это вот такое верхнее расположение трассы Либо это пойдет в наших коммуникациях внутри зданий То есть я думаю, что мы новый год встретим уже со стабильным горячим водоснабжением А пока горячее водоснабжение зависит от подачи тепла Есть тепло, ну знаете, такая система бывает Есть тепло, есть горячая вода Для лечебного процесса это не самый лучший вариант А самое главное, при отсутствии стабильного горячего водоснабжения Мы не можем организовать эффективное водолечение То есть у нас нет ванн, у нас нет душевых установок Вот этот у нас тоже целый пласт как бы из лечебного процесса выпал Как только мы воду подведем, значит это все у нас восстановится И я думаю, что все от этого только приобретут То есть вот этот вот комплекс на Северной И здесь с тепловым режимом всегда все в порядке Были какие-то мелкие моменты в прошлом году Какие-то концевые наши кабинеты Может быть не совсем прогревались Ну и здесь работали ярославцы, нам регулировали Так что надеюсь, что теперь все у нас будет нормально И кроме вот этого комплекса, самого большого В нашей системе есть еще пять поликлиник Ну это вот поликлиника пятая, она как бы здесь вместе Здесь все нормально Есть поликлиника, вы все знаете, она теперь называется поликлиника номер два Это на Успенской площади Как раньше говорили, городская поликлиника Детская, женская стоматология Там немножко сложнее, поскольку там централизованная передача отопления Ну в принципе это и там, мы в этом году хорошо подготовились Как наверное никогда Промыли все системы, подготовили все, что нам нужно И вот 25 числа, если начнется заполнение Я думаю, что наша особенно многострадальная детская поликлиника Когда детки там мерзли вот Либо в преддверии отопления Либо когда дают у нас Не было хорошо подготовлено вся наша система Я думаю, что в этом году у нас этой проблемы не будет То есть в принципе вот как-то так душа спокойная За тепло во всех наших лечебных учреждениях То есть осталось только, чтобы тепло физическое Всегда было с теплом душевным вместе А так, в общем-то, все в этом отношении нормально Деньги, все, что были запланированы, нам выданы Мы их все освоили В общем-то, здесь, я думаю, не будет проблем Нина Николаевна, а как обстоят дела с обеспечением медикаментами? Я думаю, что вот в течение трех лет У нас проблем с медикаментами в принципе нет Все медикаменты мы закупаем на средства Обязательного медицинского страхования Ну, основную массу Кроме, может быть, двух подразделений Которые остались на бюджетном финансировании Это скорая помощь и туберкулезное отделение Ну и для них тоже проблем никаких нет В данный момент мы уже давно вышли На такое стабильное, постоянное И в нужном объеме медикаментов Что такое нужный объем? Существует формуляр Этот формуляр регламентирован Министерством здравоохранения Соответственно, Департаментом здравоохранения Там расписан весь перечень медикаментов Которые мы должны иметь у себя В лечебном учреждении Вот мы по нему работаем Он у нас есть Иногда, может быть, бывает, что врачам хочется что-то другое Или пациентам что-то другое Но это, в общем-то, мы не вправе Приобретать то, что нам не предписано Поэтому по этим вопросам Либо чем-то надо заменить Либо искать какие-то другие варианты Не так давно на ГТРК Ярославе Прошел сюжет о работе нашей скорой помощники С этаким негативом Вот что вы можете сказать по этому поводу? Когда представителям вот этой компании Захотелось познакомиться с нашей работой Персонал это принял с удушевлением С радостью Что вот их так сейчас И о них расскажут Как они работают Там единственная проблема Как и везде в здравоохранении Это кадры Мало медицинских работников То есть нет такого, как нам бы хотелось, пополнения У нас, в общем-то, весь коллектив уже не очень молодой А выпускники медицинских академий Идут куда угодно Кроме здравоохранения практического Особенно в глубинке Вот это единственная проблема Которая всегда есть У всех она и была И поэтому они-то думали Что вот сейчас Они так трудно работают Один там, допустим, за двоих И когда они сели все радостные Вечером к экрану И такой ушатый Как бы на себя приняли Такой ледяной воды Конечно, все были очень обескуражены В принципе, никаких проблем на скорой помощи нет И уж тем более Чтобы они выполняли там, как за кадром сказал диктор Там половина вызовов Такого, в принципе, не бывает А в декабре вот прошлого года Наша скорая помощь на коллегии здравоохранения Заслушалась как одна из лучших скорых помощи Там прекрасная заведующая Она сделала такой хороший, крепкий коллектив единомышленников Профессионалов Поэтому нас они только радуют Хорошие медикаменты То, что у них есть Хорошее оснащение Ведь оснащение только скорая помощь Там очень много таких приспособлений Чтобы можно человеку и мобилизацию оказать И лечение начать Прямо-то с того момента Как он только попал на скорую помощь И транспорт, естественно У нас это четко отслеживается Вот в этом году одна из машин Как бы выработала свой ресурс На каждый вид транспорт у нас есть свой ресурс Если вот, допустим, в амбулаторной службе Мы тут иногда и полтора, и два ресурса можем Как бы вот вырабатывать Ну, какие-то небольшие рейсы Не опасные вот для окружающих По территории еще где-то То на скорой помощи такого быть не может Там только новые машины Поэтому машину мы одну выводим Получили туда новую Сейчас она проходит все технические там Необходимые действия И она будет поставлена Вот закажем сейчас новую хорошую форму Чтобы это было видно, что это медицинские работники Скорой помощи Так что, в общем-то, здесь Для нас проблемы нет Мы как бы ждали оценки своего труда А получили вот такую непонятную Какую-то пиаристскую передачу Ну, это, в общем-то Я думаю, что коллектив написал Губернатор обратился к ним с открытым письмом В устном виде мы все сказали Что считали нужным руководителем этой компании Так что ждем ответа А сколько машин скорой помощи всего у нас? У нас 5 бригад скорой помощи Бригад это те люди, которые работают А машин 7 То есть, если какая-то машина выпадает на ремонт Или куда-то еще Или куда-то нам ее нужно отправить То, значит, у нас есть всегда машина Которая может ее место заполнить У нас всегда 7 машин для 5 бригад Беседуя с главным врачом Углической районной больницы Мы не могли не остановиться на отрадном факте Подорожание донорской крови в нашем округе Очень скромная компенсация за сдачу крови Которая фигурировала в регламентирующих документах До настоящего времени Обесценивала благородство и гуманность поступка доноров Как правило, сегодня так называемая кроводача равна 400 миллилитрам крови Это много, это почти пол-литра А вот за сдачу такого количества крови Человек получал 20 рублей за 100 миллилитров То есть 80 рублей за эти вот 400 миллилитров И плюс 40 рублей ему давалось на питание То есть человек должен иметь возможность на эти денежки Что-то сразу сейчас съесть, чтобы он немножко себя восстановил Я помню очень давно, в мои учебные годы в Ленинграде В то время Ленинград был Мы тоже студентами сдавали кровь И нам давали талон, мы шли в столовую Там в общем-то стол, буквально на двоих нельзя было все это разместить То, что давали, вплоть до шоколада и даже красного вина То есть сумма, очевидно, была хорошая, раз можно было такое количество всего получить А у нас вот так, значит, считайте, 82 и 40, 120 рублей Поэтому многие регионы как бы сами стали решать Как бы сделать, чтобы немножко это сделать более привлекательным, престижным И как-то людей оценить немножко по-другому Конечно, впереди всех была Москва Это большие деньги, большие возможности Я не знаю точно, там разные их муниципальные, или как там их называется, их округа Немножко разные имеют свои решения Ну, по крайней мере, от 100 рублей и выше за 100 миллилитров У нас 20, там 100 В нашей области первыми были переславцы Они там тоже как-то все в разделенном состоянии Поэтому кошельки у всех разные И поэтому возможности разные Так вот, город Переславль, он, ну, где-то, может, весной принял решение Платить 50 рублей за 100 миллилитров Вот все новые документы, которые сейчас на Думе были приняты Ярославские, там ничего не изменилось Поэтому Ильяна Михайловна посмотрела И, в общем-то, я думаю, что ей-то все это очень близко Поэтому она решила нам тоже ввести вот такую же как бы квоту, как Переславля Оплачивать 100 миллилитров крови 50 рублями Так что теперь у нас гражданин, сдавший кровь, получит не 80 рублей, а 200 И плюс 40 рублей на питание Ну, я думаю, что в декабре до начала Поработаем, посмотрим Может быть, на будущем вот и изыщут возможность увеличить вот сумму на питание То есть это все делается более как бы привлекательным для человека В основном это дают кровь, конечно, люди, которым нужны деньги То, что греха стоить Есть, конечно, доноры штатные, которые были всегда донорами Еще с советских времен Которым осталось, допустим, несколько сдать еще раз кровь И получить звание почетного донора Такие тоже есть, это тоже стимул Хотя по почетным донорам там своя проблема То, значит, от недели годы даются, то они как бы убираются Но в этом году отрадно, что областная дума все-таки вернула почетным донорам Такую льготу, как бесплатный проезд в местном транспорте И с 1 января эта льгота, я думаю, заработает снова Это тоже, как бы, я думаю, ну, считаю, что хорошее подспорье для любого человека А для донора тем более Прощаясь, мы договорились с Ниной Николаевной Организовать цикл телепередач о преобразованиях в системе нашего здравоохранения Ведь все они были, есть и будут направлены на благо угличан Всем доброго здоровья И, в общем-то, всяческих вот таких вот хороших и успешных дел Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!